Доброе утро, Днепр! Меня зовут Александр Рымбалович. Я мастер спорта Украины по карате, заслужен тренер Украины, обладатель 4-го дана GKS карате. И сегодня мне ассистирует Рымбалович Артур. Ему 15 лет. Он кандидат мастера спорта по карате. Он чемпион мира по карате в разделах ката, в разделах кумите. И сегодня мы продемонстрируем применение тех примок, которые мы показывали. Это защита от ударов руками и также практические применения элементов карате. Мы становимся ножки на ширине плеч. Я выбираю дистанцию для прямого удара и на месте буду наносить удары в лицо, удары в грудь и удары в нижнюю часть. Если реально сделать удар, я сделаю чуть-чуть дальше, то при ударе человек просто потеряет равновесие. Если при ударе в грудь может остановиться сердце и я лёденько ударю, при ударе в живот, он может потерять равновесие и упасть. И сейчас Артур покажет верхний блок агиуки, теперь другой рукой агиуки. И мы так выполним прямые удары и восходящий блок. Такой же блок он может сделать шагом на меня и нанести удар под локоть. И тем самым я могу потерять равновесие, опрокидываясь назад. И также он может отступить назад, если вдруг я двигаюсь на него, он разорвал дистанцию. Следующий элемент будет удар в грудь. Он может выполнить блок с отулки, при этом удар промахивается и его кулак может снизу апперкотом нанести удар в лицо. И мы на месте делаем. Также он может, к примеру, сделать такое же движение с шагом назад, когда я наступаю на него и я промахнулся. И также он может сделать движение на меня, когда я отступаю от него и мой удар уходит в сторону и я получаю травму в локтевом суставе. Также он может выполнить блок вниз. Это блок гидан барай. Он тоже может выполниться на месте. И бывает ситуация, когда вас схватили за руку и вы можете этим блоком разорвать. Разорвать. Это неприятно, потому что удар идет по пальцам, по суставам и так далее. Также можно выполнить эти блоки в комбинации. Верхний блок одной рукой сделать блок с отулки гидан барай училки и другой рукой. Верхний блок с отулки гидан барай училки. После этого мы переходим на легкие удары в грудную часть. Это будет короткий удар и мы делаем таких 10 ударов, чтобы было слышно. Да. Также мы делаем удар снизу. И есть еще у нас удар по кругу кагетский. Это короткий боковой удар. И после этого мы можем перейти на отработку ударов руками. Это для того, чтобы усилить костную систему и для того, чтобы наши сухожилия. Теперь мы переходим для освоения ударов коленами. Для этого мы делаем захват и будем наносить удар снизу по ребрам. И для того, чтобы было менее опасно, мы будем ставить защиту подставкой предплечья. Да. Вот так вот. После этого мы переходим на удары локтям в уровень головы. И для этого у нас есть подставка. И удар очень сильный. Мы должны разбить противнику верхнюю часть. Да. И после этого мы можем перейти уже на элементы, когда мы наносим хватательные движения, когда мы захватываем. И вот здесь вот тот, кто получает захват, он может освободиться. Блока магиуки и после этого нанести удар в живот. И если этого маля, нанести второй удар в живот. Вот. Если вас схватили, вы можете также сделать блок, нанести удар в живот. И если он согнулся, нанести удар локтем. И после этого человек больше вас не будет хватать. Это мы использовали блок агиуки. Блок делается вверх. И рука при этом улетает, потому что неприятно. Вы очень хорошо сделали. У вас очень крепкая рука. При захвате за одежду, когда противник хочет нанести вам удар сбоку, вы можете блоком соты луки освободиться и нанести ему уже удар в корпус. После чего он может отойти. Или вы можете сделать то же самое. Захватив руку, подсесть и нанести удар локтем в грудную клетку. Тем самым вызовется спазм. Нарушится работа дыхания, нарушится работа сердца. И человек на некоторое время просто потеряет боеспособность и так далее. Противник может нанести удар с дистанции, когда он встанет в позицию и может нанести удар ногой. Для этого можно использовать блок гидан-барай в сторону и нанести удар или в грудь или в подбородок. Это прямой удар. Он очень опасный, потому что он очень сильный. Или в другую сторону нанести блок и нанести встречный удар в грудную клетку. Если этого будет мало, тогда идет повторная атака. Да. Также противник может нанести удар ногой сбоку. Для этого он уже покажет какую-то позицию. И вы увидите замах ногой и он выполнить удар. Да. Если он делает высокоудар, вы выполняете блок гидан-барай. Если он сделает удар в пояс с блок гидан-барай. Это вот нижний блок и после этого опять же удар. И если чуть выше, то гидан-барай и ответный удар. То же самое он может сделать с другой позиции. Да. Это удар в корпус и вы наносите удар в грудь. Или удар в голову и выносите удар в грудь. Ну, это такие вот самые простые элементы. И если вы хорошо держите дистанцию, у вас есть шанс защититься. И вы сможете нанести упреждающее действие для того, чтобы противник вас больше не обижал. Также у нас есть ситуации, когда противник вас может захватить. К примеру, за шею. Пытается вас душить. При этом он руки слегка подтягивает. И после этого вам уже ничего не остается, как задохнуться и умереть. Но чтобы этого не случилось, если все-таки получилась ситуация, когда противник вас схватил, не нужно пытаться разрывать его руки, если он очень сильный. Просто ладошку нанесите удар в пах и после этого скрутите ему шею и нанесите удар. Так как у всех гнетали очень уязвимый, рука идет вниз и он наклоняется к вам. Хватайте его за голову, поворачивайтесь, скручивайте шею и после этого наносите удар или ногой, или рукой. И после этого у него шансов вас захватить будет очень мало. Если противник вас обнял сзади и захватил для этого, нужно просто обмякнуть, присесть, поднять руки вверх и нанести удар локтем. И после этого нанести удар ногой назад. Этого тоже будет достаточно, чтобы он упал. И есть еще вариант, когда противник вас схватил сверху, даже слегка приподнял, вы можете подрыгать ногами. Для этого нужно шагнуть в сторону, нанести удар локтем, обхватить, нанести удар. И я думаю, что после этого можно его оттолкнуть. Вариантов очень много. Самый интересный вариант для детей это когда вас захватывают, вы головой бьете назад, наклоняетесь, схватаете ногу и поднимаете ногу. И после этого скручиваете ногу и если надо наносите удар ногой. Есть варианты, когда вас схватили за руку и держат очень сильно и у вас не хватает силы освободиться. Для этого нужно просто присесть и вспомнить, что у вас есть мобильный телефон, как будто бы вы его держите в руке и позвонить маме или папе, позвать на помощь. То же самое здесь, у меня не хватает силы, он очень сильный. Я присел, моя рука согнулась, я ручку подтянул и теперь ногами встал. И моя рука освободилась. То же самое можно сделать, когда я хочу вон туда убежать. То есть я знаю, что большой палец один, в поле не воин. Я могу потянуть ручку, нанести удар отсюда, 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 сверху, если нужно нанести удар локтям. Это самые простые элементы, которые есть. И самое приятное, когда противник схватил вас рукой, вы можете выкрутить руку, сделать ему больно, нанести удар прямо по кругу и нанести удар сверху. Если противник вас схватил рукой по диагонали, тогда у нас есть очень хороший прием. Мы накладываем ладошку на руку, используем две мышцы. И вот после этого он чувствует болевое ощущение в лучезапястном суставе, ему очень неприятно, очень больно. Да, и после этого идет удар коленом. То же самое на другую руку и атака коленом. Если у вас мало силы, вы можете отойти и нанести удар ногой в живот или в промежность. Это два слабых места. Если тут есть пресс очень хороший, то здесь пресса нету. Здесь у всех очень слабое место. То же самое здесь. Мы захватываем, отступаем, разгоняемся, наносим удар. После этого нужно обязательно сделать заминку. Для этого нужно повытягивать ручки, максимально пооткрывать кисти. Потому что мы делали воздействие на, вот, поскручивать кисти для того, чтобы выровнять все суставные поверхности. Вот. Поприжимать ручку прямую. Вот. Можно поопускать ручки. Вот. И проверяем работу тазобедренных суставов. Если у вас нету спазмов, значит все хорошо. Поворачали влево, поворачали вправо. Понаклонялись, попрогибались, подтянулись влево, потянулись вправо. И вы молодцы. И мы заканчиваем свои занятия взаимным уважением. Мы благодарим друг друга за усердие, за старание. И до следующих встреч. Субтитры создавал DimaTorzok